24 человека обратились сегодня в скорую Челябинска с тепловым ударом. Троих детей пришлось госпитализировать с тошнотой и высокой температурой. Из-за аномальной жары офисы переходят на короткий рабочий день, а на заводах в горячих металлургических цехах вводят особый режим. Скорректировать работу поручил коммунальщикам губернатор Борис Дубровский. В такую погоду нельзя допустить перебоев с водой или электричеством, заявил глава региона. Как южноуральцы переживают 35-градусный зной в репортаже Марии Агеевой. Вот сожмусь, теперь вот полы. 48. Вот это у меня ноги с такой температурой. А температура водительского сидения и вовсе 57 градусов, рассказывает машинист асфальтоукладчика Александр Хилинский. Единственный плюс его машины – отсутствие стекол. Кабина пробивается со всех сторон. Иначе внутри было бы еще жарче. Во всех укромных уголках салона Александр припрятал бутылки с водой. Только сегодня, рассказывает мужчина, выпито уже больше 6 литров. И снова нужно идти в магазин. Каждую свободную минуту дорожник прячется в тени вместе с коллегами. Вот сидишь в холодке и все. Больше никак не спасется. А когда работа, все хуже ада. Южноуральцы уже третью неделю страдают от аномальной жары и даже попадают в больницы с тепловым ударом. В группе риска – дети, пенсионеры, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ирина пришла к терапевту при первых же симптомах перегрева. Головокружение начинается, в глазах потемнение, слабость, тошнота. В одном только Челябинске за последнюю неделю с тепловым ударом в скорую обратились 24 человека. Среди них 11 детей. Трех малышей младше 5 лет пришлось госпитализировать с тошнотой, рвотой и высокой температурой. Причем температура, которая при перегреве, она не сбивается обычными жаропонижающими средствами, что вызывает у родителей зачастую панику. Но при восполнении жидкости температура опускается самостоятельно. Поэтому детишек откапали и отпустили домой. Врачи и спасатели дают рекомендации южноуральцам по возможности не выходить на улицу днем. Носить одежду из легких натуральных тканей, детям надевать легкие панамки и смачивать голову. А главное побольше пить, но только не холодную воду, иначе можно подхватить простуду. На заводах области даже вводят особый питьевой режим. Вот электросталиплавильный цех ММК, один из самых горячих на комбинате. Температура может достигать 70 градусов. Заводские медики следят, чтобы у металлургов в комнате отдыха были большие запасы напитков. Тёплая минеральная вода, чай, даже витаминный кисель. Старшие смены контролируют, чтобы рабочие пили каждые пару часов. Перед сменой выпить чайку, либо стакан холодной воды. В течение смены будет образовываться жажда, но острое желание лучше перетерпеть. После чего, после двух часов примерно смены, нужно выпить также стакан воды перед обедом. В некоторых цехах на комбинате такую жару сокращают рабочий день. Такое же решение принимают руководители офисов, если там нет комбинационеров. Иначе жара может стоить работникам здоровья. На сокращенный день, например, уже перешли в одну из коммунальных компаний Челябинска. В развитии перегрева идёт воздействие теплового эффекта. То есть здесь идёт угнетение функции нервной системы, также большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, мочевыводящие почки страдают в первую очередь. И идёт нарушение обмена веществ, образуются токсические отходы, скажем так, в организме, и нарушается водно-солевой баланс. По прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится как минимум до конца недели. Температура воздуха в области будет достигать 30 градусов. И это несмотря на то, что в некоторых городах региона пройдут дожди.